здравствуйте дорогие друзья это неизвестная молдова и с вами сергей циркану сегодня мы будем говорить о социологии и не только по этому поводу у нас сегодня гость социолог василий конторжи василий здравствуйте здравствуйте василий соология наука такая сложная интересная мне кажется весьма но она всегда вызывает некоторые вопросы помимо своей основной научной части мне кажется особенно в молдове например даже то что совсем недавно канал один молдавский подемонстрировал результаты опроса айдата и потом эта компания заявила что эти данные не их и выше надо опровергать не вообще не получается ли что социология в нашей стране не совсем объективно и такое же в принципе средства отчасти какие сми партийные как телевидение как часть политтехнологии есть такое ощущение у вас расскажите об этом ну только ощущение я вот и все изнутри знаю знаете молдова в принципе не не исключение те же самые вопросы поднимаются относительно социологии во всех странах ну тут надо во первых понимать какую часть социологии мы чаще всего видим есть такая не здоровая практика что практически для обывателя социология чуть ли не сводится только к политическим вопросам и вопросам о том и и и и не в целом к политическим вопросам все сводится к вопросам относительно того за кого будете голосовать насколько доверяют той или иной партии или политику хотя это даже не видимая часть айсберга это кошка десятки или сотни долей процента от всей социологии которые проводятся у нас стране и в целом в мире то есть тех направлений где это методы данной науки применяются это далеко не только политика все же в этот нездоровый интерес к результатам политических исследований он нездоров скорее всего потому что им питается очень интересуется как раз не обыватель не рядовой избиратель который у нас нет сколько бы мы не искали нет каких-либо фактов доказательств того что результат опросов которые публикуются существенно влияют на большое количество избирателей в плане формирования своего мнения или электоральных опций но вот нездоровый интерес социологии появляется как раз у политиков потому что они зачастую скажем так сильно преувеличивают роль и влияние результатов опросов как на рядового избирателя но и политики очень чувствительных такого рода результатов поэтому из нашей практике могу сказать что есть только несколько немногочисленной категории людей на которых реально влияет результат из политических опросов это сами политики это те люди которые поддерживают финансовом плане какие-то политические формирования и партийный актив который мотивируется либо демотивируется в работе особенно в предвыборных компаниях результатами этих опросов и в принципе это все как не стараются многие и средства массовые информации и грешат тем что используют результаты этих опросов надеяться иногда и недобросовестно надеюсь формировать общественное мнение повторюсь зовут уже второй пошел третий десяток после с тех пор как я в этой области мы ни разу не видели ситуации в которой можно было бы говорить что тот или иной опрос какой-то скажем ключевой момент существенно повлиял на результаты выбора но может быть это надежда что психологический момент что обыватель видит там 80 процентов за до дональтом или восемь за санду и думает а я как все значит надо держаться большинства может быть на это надеяться те кто заказывают такие есть такой феномен он очень часто много обсуждается принято нас называть его бен вагон хотя по моему это не самый удачный термин за позаимствованный из западной политической науки если у нас был какой-то пример из нашей практике я бы с удовольствием про это рассказал но такого нету просто мы должны понимать что вот то как я голосую основывается на очень многих факторов из которых чувство принадлежности к правильному мнению большинства это один из очень многих и боюсь что он даже не находится среди самых важных в общем можно как-то обывателю объяснить донести чему можно доверять в таких опросах а чему нет потому что все-таки это важно потому что люди начинают обсуждать ссылаться использовать это как аргумент есть несколько основных правил в этом плане но я всегда говорю о том что ребята для того чтобы на профессиональном уровне заниматься социологией проводить социологические исследования необходимо иметь необходимую это то есть определенную людские определенные людские профессиональные ресурсы и необходимую техническую инфраструктуру для этого для того чтобы все это поддерживать вот компания которые я работаю у нас за пять десятков только интервьюер профессиональных людей которые день за днем либо по квартир на либо по телефону проводят интервью за год ну мы проводим вряд ли с десяток политические исследования то есть достаточно содержать всю эту мини армию наших интервьюер это далеко недостаточно я всегда привожу в пример нужен для нас это не особенно интересно вот как-то ажиотаж я не стерпел посчитал 2009 год который ознаменовался тем что у нас два раза были выбор казалось год когда ну конечно провели несколько больше политические исследования нежели в другие годы я посчитал это было были 7 процентов от доходов компания то есть это учитывая что дали самый герой забыли когда мне говорят что вот вы продаетесь и либо вы зарабатываете кормитесь на политические исследования ну это смешно я всегда говорю ну понимаете 93 процента это другие клиенты которые нам доверяют ну кто здоровый во ума человек будет рисковать 93 процентами портфолио ну да ради того чтобы на 7 для того чтобы на 7 вместо 7 заработать здесь но все таки василий наверняка есть у нас какие то я не буду называть конечно не стоит наверняка есть организации которые зарабатывают только на этом как и поделить что это манипуляция нет организации социологических которые реально проводят исследования и живут только на политические исследования таких организаций на стране нет и в обозримом будущем не появится не невозможно это даже в больших на больших рынках больших странах на есть возможность специализироваться вот кто-то проводит только социально-политические кто-то проводит только маркетинговые исследования рынка у нас в стране даже это невозможно то что рынок не настолько маленький что нельзя выжить просто как организация занимаясь только специализируясь только в какой-то конкретной определенные области исследований поэтому я вас уверяю у нас нет организации которые занимаются только политическими исследованиями вспомнил еще одну такую модную тему отчасти имеет отношение к социологии экономики и к манипуляциям у нас тоже очень модно последнее время описать о том что сравнивать уровень жизни в наше время советское и находятся какие-то манипулятивные моменты когда говорят вот мы не достигли уровня восемьдесят девятого года мы не достигли уровня восемьдесят седьмого года по ввп на душу населения какие-то сравнения цифры социологические выкладки мне кажется что это бред что нельзя сравнивать вообще плановую экономику и нынешнее состояние дел что это не сопоставимая категория ну скорее всего это больше к экономистам не к социологам ввп но понимаете это обсуждалось уже сотни лет назад находились разные методы математические методы чтобы вот такого рода сравнения хоть как-то упорядочить поэтому индекс бигма хотя нет никаких для идеальных инструментов в этом в этом плане что я могу вам сказать все равно что то какие-то инструменты нужны для того чтобы понимать куда подвижемся в данном случае относительно экономического развития и обеспечения уровня жизни населением потом ну хотя вот такие не идеальные инструменты как ввп индекс бигмак и все-таки мы к ним должны приблигать для того чтобы сравнивать уровень своего развития хотя сегодня знаю насколько о качестве моей жизни говорит то как жили мои родители 45 лет назад экскрессию манипулятивный разговор василий война уже идет пять месяцев у нас под боком какие вообще выводы социологические кто-то у нас проводит исследование связано именно с этой проблемой которая стала основной сейчас но мы исследования проводили такие так называемые трекинговые когда с определенной периодичностью мы проводили каждые три дня опросы начиная с первых дней войны и практически в течение первого месяца мы это проводили а потом перешли уже на более большие промежутки ну что интересно можно было наблюдать что то было несколько этапов реакции публики на события на востоке украины в украине в целом потому что ну там был первый период первые недели шок страх боязни ликование определенных слоев общества колоссальная консолидации вокруг власти до в миг зарегистрировали прыжок рейтингов власти властных институтов партии власти так далее это было до консолидации очень легко все это объяснить потому что любого общества но консолидируется при появлении внешней угрозы пота после этого постепенное привыкание пропал страх по мере того как эволюционировали военные действия когда стало ясно что вряд ли до нас дойдут непосредственно как театр люди начали постепенно с этим свыкаться научиться жить параллельно с войной и в один прекрасный день это был уже май месяц когда взор публики снова обратился к внутренним проблемам и все стало на круги свои снова начали сокращаться рейтинги партии власти политиков которые отождествляются с властью в молдове то что было начиная с октября ноября прошлого года до 24 февраля вообще как-то проводить исследование как у наших граждан изменялось отношение к россии к украине вот это весьма интересно да я на то проводили замеряли ну несколько таких точек близких к рекордам до зарегистрировалась не секрет что все эти годы практически до июня прошлого года ни разу не было истории новейшей истории молдова на когда в молдове был бы рейтинг какого-то политика вышли рейтинг владимира путин да это такой феномен добыл за короткий промежуток времени до выборов июльских выборов прошлого года когда моя санту набрала высокую популярность и зарегистрировала рейтинг выше владимира путина после этого все обратно в целом рейтинг путина за последние 15 лет постепенно сокращался это было если был промежуток 70 80 процентов доверия последние мирные годы было где-то 50 потом было резкое падение марте вы регистрировали 33 35 весь этот период там находился последние в конце июня мы зарегистрировали некоторые поправку до под 40 но был период вот март апрель май когда рейтинг май сан был выше рейтинга владимира путина ну что там еще интересного было то что у нас вот бифуркации которые у нас зачастую наблюдать у нас было единство среди всех категорий населения относительно того ну проблема беженцев те то есть все абсолютно были поддерживали власть были готовы оказывать поддержку беженцам поддерживали открытие молдовы для беженцев то есть принимаем всех всем помогаем и так далее и в то же время сохранялась вот это разделение которое для нас характерно по взглядам запад восток даже война она не изменила точку зрения не но из этих из этих сторон вообще тут какое-то расщепление сознания потому что есть люди действительно я знаю которые помогают беженцам плачут над беженцами но вместе с тема добавляют уничтожение украины считаю что нацисты вот это это уже психологически к нам это мы уже видели это нет это налагается несколько культурных не так не знаю даже может культурным их называть пластов один над другими как видим это вполне себе может уживаться в одной и той же то есть это вполне возможно этот факт что сейчас после того как люди немножко нас очухались и привыкли к войне скажем так то что начался началось падение рейтинга власти как вы думаете как это падение остановится или она будет зависеть исключительно от уровня жизни вот инфляции и вот цены может продолжиться мне кажется она еще продолжится потому что но отрицательные феномены которые обуславливали высокий прессинг на эту власть они продолжают существовать тем более предрекают и я скорее согласен с этим что нас ждет может не столь суровая зима как прошлое зима но только в силу того что уже не будет шоковых событий какие-то все будут готовы психологически и так будем к этому готовиться но отрицательные факторы влияния они могут быть даже много более мощными нежели в прошлую зиму то есть у нас будет как минимум глубокий энергетический кризис со всеми последующими то есть исходя из того что рейтинг власти падает не исключено что качели могут качнуться обратно на следующих выборах опять какой-нибудь грубо говоря условный игорь додон пойдет к власти или это уже как некоторые говорят этого не случится как вы думаете на этом не случится вопрос смена власти левые правые условно и это как бы навсегда будет молдове исходя из того что мы видим как бы это это силу соида постоянно происходит ну да и это в принципе нормальное состояние более менее свободного общества демократического василия скажите а в поеднестовье когда-нибудь проводились адекватные социологической полосы там кто-то занимается или вообще можно очень мы проводили то есть и ваша организация тоже да но очень сложно там работать и не по любой тематике а вообще там есть какие-то местные для не исключительно геологического характера службы и серьезно есть социологи у нас даже там есть партнера но ситуация такая что там нельзя практиковать то есть там нет организации которые ну как наша организация только этими занимаются просто нет такой возможности побочные могут работать по любой тематике собирать данные скажите конечно интересно тоже психологический момент электронные предпочтения на юге нашей страны потому что вот даже сейчас мы видим их любовь к россии она мне кажется даже иррационально вот там отдельно поводить какие-то исследования по поводу предпочтения газа конечно какие тогда смотрите общественное восприятие общественное мнение но само по себе не может быть объективным мы судим не всегда объективно и никогда полностью объективно поэтому все нормально я всегда даю пример мы спрашивали у сторонников интеграции куда-то на востоке у сторонников интеграции куда-то на запад спрашивали пытались понять если какая-то субстанция вот понимают ли люди зачем нам идти на восток или интегрироваться куда запад вывода однозначно и люди очень туманно что-то воспринимать каковы плюсы интеграции с россией это дешевый газ и возможность торговать с россией хотя непонятно почему тогда не могли если мы спрашиваем про интеграции в евросоюз то это возможность свободно работать в европе там нет это не какие там стандарты законодательства никто не лезет он не лезет то что говорит о том что вот разрыв запад-восток в наших спальных он идеологически заточен то есть это мы не понимаем почему мы хотим туда или хотим туда хотят друг другу друг другом спор иногда даже с помощью кулаков даже разделение юг север или каких-то отдельных регионов она не совсем правильно что если украина до 14 года была условно разделена географически и это исторически как-то объяснялась мудону может за исключением гагаузии хотя тот не основной фактор не география здесь основное разделение а языковая группа и даже не столь языковая группа сколько сколь а медийное потребление которое принадлежность той или иной за языковой группе здесь молодой обуславливает потому что мы проводили исследование оказалось что русскоязычная часть населения у нее попросту практически нет каналов информационной связи с руководством этой страны то есть они общаются получается ментально с руководством россии живут абсолютно в медийном пространстве которое моделирует российской федерации меня кстати всегда удивляло ведь в украине всегда было большое количество и узкоязычных каналов и качественные контент и почему-то наши люди сюда не пересаживались на украинские почему ну во первых их не так много транслировалось даже в пакете мол телекома были мне например у меня есть родственники штефом воду я всегда к ним приезжал и очень удивлялся он часто смотрели украинские каналы проблема том что вот информационная обнаженность которая характерна для нашей страны недавнего времени она была характерной для украины поэтому не до конца осознаем в плане безопасности насколько мы уязвим допуская столь большую большое влияние медийные одной страны на население нашей нашей страны украина 8 лет с этим очень сильно боролась и в многом преуспела в этом плане но украина все все это время реально воевала в российской федерации нужно понимать что во первых наше государство ничего не делало чтобы излагать свои точки зрения определенная часть своего населения понятно что мы не сможем конкурировать в качественном плане с российским телевидением потому что ну банально у нас нет стольких денег поэтому тут надо использовать два способа с одной стороны кнут то есть запрещательство пытаться всяких там скобеевых и соловьевых блокировать но другой стороны создавать какой-то альтернативный более-менее качественный контент и для русскоязычного населения это недостаточно иметь только на буджакской волне на булгарском и там то что производит молдова еще одна тема давайте василий коротко затронем это война и демография я вижу что цены на недвижимость у нас растут следует на люди вроде как бы не собираются уезжать и мне кажется эта связь присутствует до нас произошел какой-то идеальный шторм просто когда говорят почему вот украина воюет молдова нет у нас инфляция выше у нас шторм просто по идеальнее получился потому что до украина воюет и экономический шок от этого у нее больше до потери намного больше но в то же время из-за этого конфликта теряет и молдова экономически но по молдове больнее ударил энергетический кризис что мы были на тот момент намного более уязвимы нежели украина и а вот этот кризис и резкий и колоссальный рост цен на энергоресурсы они спровоцировали существенный рост цен и вот итоге оказалось что мы попали больше нежели даже чем украина нет тенденции каких-то нет ни вне поводитель исследования именно страх войны не вызвал ли у нас отток населения в большей степени чем они же или люди опять-таки не так региона это уже такого у нас не было хотя были такие настроения у большого количества населения повторюсь первые дни и недели скорее даже дни ниже недели помимо шока того что вот это война то реально было были большие вопросы относительно того дойдут ли военные действия до наших границ это многое меняло и в том числе и в плане миграционных настроений ну дальше постепенно люди начали просто привыкать жить в тех условиях которые у нас есть за человек было как по всему и ну я бы не сказала что это то есть ничего не происходило вы упоминали не упомянули цены на недвижимость но если вы поговорите с риэлторами то они вам скажут что эти в эти месяца очень существенно сократился уровень продажной той же недвижимости ну последние годы мы просто живем открылись и переходим из одного кризиса в другого и кризис то есть был к вид думал во времена когда партия социалистов руки пришла вся власть пришел к вид незавидная участь да но я не знал на какие времена придется власть тех кто пришли когда сейчас вас видишь никому раз разговаривал с экономистами падает рейтинги все ругают власти так далее а вот никто не задумывается о том что оказалось в определенный момент это было еще зимой что нынешняя власть побила все рекорды за историю существования независимой молдова по количеству затрат на компенсирование на помощь населения то есть это абсолютно рекорд смены мне говорили один мой знакомый экономист оценивал это 6 процентов ввп то есть про очень много просто забрасывали то есть тушили пожар деньгами но шок настолько высоким был что это было далеко недостаточно и не особо заметили это наши даже сми и эксперты кто обсуждать василий огромное спасибо за беседу было весьма интересным будем чаще видится спасибо вам вам спасибо дорогие друзья у нас гостя был сегодня социолог василий контржи это была неизвестная молдова с вами был сергей суркану до новых встреч